Сила Сибири набирает обороты. Среднего ценового сегмента под названием «Министерство правды», присланной нам на обзор компании «Папироска.РФ». Собственно, сама жидкость поставляется в стеклянных пузырьках с пипеткой, емкость 30 мл и по крепости от 0 до 3 мг, по крайней мере, так она доступна на сайте. Хотя многие злые языки на форуме частенько утверждали на тему, что якобы больше, чем 1,5 мг она не существует. Видимо, существует. По ценовой категории 400 рублей за пузырёк, давайте двинем, посмотрим, что у нас, собственно, предлагают в этом сегменте. Сегмент сложный, в нём много народу, очень много. Но подача интересная. Да. Антифриз. Любишь антифриз нюхать. Обожаю. Я бы даже сказал, что это запах той незамерзайки, которая у меня машит, именно, как и странно, стекломойный. Я не думаю, что у тебя незамерзайка пахнет именно так. Ну, что-то около того. Не-не-не, не верю. Какая-то финская незамерзайка, честно говоря, я не знаю, что финны туда льют, кроме метанола. Я думаю, лучше не знать. Это очень опасно. Не, ну это, кстати, единственный незамерзайка в свободной продаже, в которой прямо написано, что там метанол содержится. Хладномыло какое-то. Да, ну, чаёк зелёный. Может быть, там есть чаёк? Хладномыло, мне покажется. Ну, там клубнички есть. Что-то травянистое какое-то. Кактус это? Кактус. Это кактус. Мы же плакали, кололись. ВПСы плакали, кололись. Слушай, ты просто проходил, видимо, мимо. Я так понимаю, Кирилл, мы с тобой как-то пробовали, да? Кактусовую жидкость уже. Вася, по-моему, он у нас отсутствовал тогда. Да, да, да. Вот как раз вот этот интересный задний вот этот зелёный вкус, он кактусом осоздаётся. А кактус, он на вкус-то, он такой немножко вот… Немножко трава. Травомыльный. Травомыло с огурцом. Да, что-то такое. Может быть, даже немножко парфюмного такого, лёгкое причём. У меня кактус с таким ассоциируется? Это классно. В каком плане? Я знал, что тебе зайдёт, потому что ты у нас любитель вот таких вот оригинальных вообще. Да, я люблю всякую херню, да. Это точно. Это классно. Я вот сейчас пытаюсь сформировать мнение. Вот в детстве у меня был шампунь такой, в бутылке, в виде пингвина. Это был первый на самом деле шампунь, который не щипал глазки. На полном серьёзе. Вот у него аромат был точь-в-точь, как у этой штуки. И его прелесть была в том, что когда в ванну принимаешь, наливаешь его чуть-чуть, и он хорошо в пену поднимался. И вот эту пену я ел. Да, я ел и пену, и гусениц, как вы помните. С каждой записью я отражаюсь. Если в ванну падала гусеница, я не ел гусеницы в пене. Это был десерт. Это был хлебный день. Ты знаешь, мои родители до сих пор удивляются, как я выжил при таком подходе. Я почему говорил про мыльца-то, то есть как раз не мыло, а именно какая-то детская шампунька, тоже запах с детства какой-то. С ванной, видимо, с гусеницами тоже связан в чём-то. Я не настолько помню свое детство, возможно, может быть, были гусеницы в падающей в ванной. Потому что они немного старые. Итак, стеколомой. Да. Интересно. Учитывая, что жидкости для мытья прозрачного стекла не очень хорошо пахнут, это неплохо. Вот это интересно. Запах это всё-таки клубника, да, то есть она вкус, это личи в первую очередь. Ага. При этом на фоне кулер болтается. Кулер со всеями немного. Легкие-легкие. Это вам не Малайзия. С их вот этим вот жутким ударом по голову прямо от холода. И если это яблоко, то это яблоко хорошо. Пусть есть ещё там что-то такое странное. Ну это не совсем то яблоко, к которому мы привыкли, это немного другой вкус. Да. Но причём, при этом оно мне кажется, вот оно как раз мне больше кажется этим печёным. С моим любым печёным яблоко. Ну личи здесь прямо доминило. Ну да, в первую очередь тут личи. И не худшее личи, которое опять же я пробовал. Не пластмасса. Ну, я не самый большой поклонник личи. А ему сложно быть поклонником, если честно. Ну он такой очень странный вкус. Он запах себе в свете. Да. Весьма своевольный, как с точки зрения, в принципе, фрукта. Его когда много съешь, он начинает пахнуть пластиком. Вполне стекломойный вкус, я считаю. То есть он... Достоин мыть стекломой. Не, он классный. То есть... Я не люблю личи. Не скажу, что я поклонник. Здесь, кроме личи, к счастью, есть ещё клумничка. Есть действительно яблоко на послевкусие хорошее. Ну, вот насчёт кулера не знаю. Вот есть какая-то свежесть. Но это вот и не ментол, и, на мой взгляд, и не кулер. Просто что-то такое. Где-то вдалеке. Свежее. Ну, интересно. Точно не так. Продолжим? Продолжим. Мартазуха. Тормазуха? Барматуха. Барматуха. Как же оно? Если кто-то ставит свистырку, можно наигрывать мариновке заслышать голосок этой дрипкой. Слушай, а пахнет очень хорошо. Или больше скажу. На вкус это отлично. И вот это будет, пожалуй, мой фаворит среди всех трёх опробованных. То есть стекломой, он хороший. Это хороший, классный, комплексный вкус. Но вот тормазуха, это что-то более интересное, более уникальное. Ты сейчас попробуешь. Тормозника, браток, да? Тормазуха, братуха? Там он выпил фанты и тормознул поезд. Да, 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 да. История прям. Вообще, да, тут малинка прям с такой смесью, с чем-то таким. Да с кактусом это. Ну, с зелёным, да. С кактусом, огурцом. Да, вообще такой зелёный прям. Огуречек есть немного, там не так, как вот было. Да, как-то тоже было. Но есть там, да, огурчик. Ну, кактусы, я говорю, я не ем кактусы. Слушай, ну, давай вот с другой стороны зайдём. Так с малиной ещё никто не изгалялся. Ну, это да. Я вот не припомню, чтобы был вот такой вот загадочный микс, где бы при этом малина была основным компонентом. Смесь хорошая. Ну, это вот кактус, малина и ещё что-то. Да, огурец, это говорят тебе. Нет, кроме огурца есть ещё что-то. Правильно, есть кулер. Тоже лёгкий. Примерно как в стекломоя. Нет, побольше здесь. Однозначно больше. Кулер это. Да, здесь свежести побольше. За счёт, наверное, смеси фрукт-кулера и огурца. Огуречный кулер. Замороженный огурец. Точно. Классно. Прям классно. Вот это клёвый смесь. Прям интересно. Ну, я соглашусь, это и мой фаворит. Определённо. Итого. В линейке три вкуса. Вкусы, напомню, по 400 рублей в розницу продаются. Вот, исходя из этого, мы помним, да, что в этом сегменте просто кошмар какой-то творится, откровенный. Все лезут именно в этот ценовой сегмент. Ну, конечно, да. Что скажете на этом фоне? Ну, тормозуха, да. Тормозуха, она здесь, да, она вполне вписывается. Ну, не знаю, мне стекло мой вполне пошёл. Очень интересный, свеженький такой вкус. Неожиданное использование. Яблоко, опять же. То, что там вот сочетание клубники с личи достаточно интересное. Ну, я не люблю личи. Поэтому вот антифриз ещё ничего, личи мне не очень понравились. Да, я из них бы выделил тоже антифриз и тормозуху. Потому что стекло мой, он нравится мне, да, по вкусу, но вот я чувствую, что, опять же, он мне быстро приестся. Вот за счёт личи вот он мне приестся и всё. Ну, это просто вкусовщина. Это вот просто кто-то не любит личи. Я просто как-то мы купили много личи и решили его отожраться. И с тех пор ты личи не ешь. И вот он действительно, и там какому-то количеству этих личей, съеденных внутрь, он превратился вот как будто ты жрёшь вот эту вот полиэтиленовую бутылку. То есть там вот привкусом сладким личи. Всё, и с тех пор у меня личи, он вот такой пластиковый. Ну понятно, я не избалован личами, поэтому мне в общем-то всё более или менее пошло, но тормозуху я вот определённо... Нет, тормозуха порыва. Тормозуха отличная, тормозуха просто прекрасная. Ещё я помню, вы мне претензии по поводу цветов что-то выдавали, что здесь где-то что-то напутали, господа автомобилисты. Потому что тормозуха должна быть розовая, стекло мой желтенький бывает. Стекло мой бывает разный, синенький и желтенький бывает. Да, вот тормозуха должна быть точно... Красненького стекла, не помню. Было, наверное, на тормозухе? Тормозуха точно должна быть от красного... Красновато-коричневого. По-хорошему здесь вот для полной аутентичности и соответствия оригиналу чуть-чуть поменять цветовую гамму и будет вообще всё хорошо. Антифриз прекрасен, этикетки отличные. Флаконы Бостон, кстати, вообще классные. То есть вообще всё... Подача великолепна. Мне вообще всё нравится в плане визуальном. Ну, в общем, для ценовой категории в 400 рублей за пузырь очень интересные миксы, что, в общем-то, достаточно редко, потому что многие чуть не с мановкусами ещё пытаются в эту категорию дожелезть. Были тут уже случайные. И очень многие, очень многие. Да, и очень многие пытаются лезть с какой-то, вообще, лютой невероятной химозой. Здесь ни химозы, ничего нет. И что лично мне понравилось, здесь идут эксперименты. То есть то, чего обычно никто в своих основных линейках не выкладывает никогда. Обычно все линейки вот такого уровня, чем занимаются. Клубника со сливками, она с кокосом, клубничный чизкейк, ещё какая-нибудь вот такая вот лотва. А тут именно хорошая экспериментальная линейка для тех, кто устал от этой банальщины и работает чисто на каких-то экспериментальных вещах. Да, это очень интересно, это очень ново, так скажем. Соглашусь с коллегами, соглашусь. Потому что, ну нет, на самом деле они необычные. Все миксы, они вот. В любом случае я могу сказать, что здесь подача, она отлично. И то, что внутри, я даже без натяжки могу сказать, что это тоже отлично. Потому что прекрасный баланс, хороший вкус. Вкусы узнаваемые, вкусы яркие, не напрягают, в общем-то. И здесь уже чисто вкусовщина, понравится, не понравится. Ну да, если нравятся какие-то экспериментальные вкусы, линейку всё можно брать смело абсолютно. И что-то в ней почти наверняка найдётся, зайдёт и так далее. Но если любите американскую выпечку, да, или ещё где-нибудь простые, уже навырягшие, в общем-то, вещи, да, стандартные, ни в коем случае. Просто вот ни в коем случае. Здесь совершенно другая техника, здесь совершенно другая школа выготовки всего этого. Это интересно, но оно далеко не для всех. Оно вот для тонких ценителей скорее, да, которым уже надоело всё стандартное. Которым мы относимся, конечно же. Конечно! Гордо себя относим к этим ценителям. Поэтому, спасибо магазину Папироская РФ за то, что позволили попробовать эту жидкость. Она действительно оказалась очень интересной. Лично я такого, по крайней мере, абсолютно не ожидал. Вам всем спасибо, что вы нас терпели и спасибо, что смотрели. Всем счастливо! Всем пока! 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 Пока!